Гигантский столб дыма от пожара на Варшавском шоссе сегодня накрыл едва ли не половину Москвы. Огонь бушевал на площади в 7 тысяч квадратных метров. Если бы не усилие десятков пожарных расчётов, пламя могло перекинуться на жилые дома. Сейчас только что взрыв был, рвануло. Все сваливают оттуда. Там, похоже, баллоны какие-то. Один уже пострадавший из пожарных. Во время интенсивного горения пожарство провожалось взрывами легко воспламеняющей жидкости. По тушению работает 42 единицы техники, более 130 человек личного состава. Горели цеха бывшего завода автотракторной электроаппаратуры. По словам местных жителей, никакого производства здесь нет уже много лет. Здесь сделали вот эти вот автотехцентры, мотосервисы, автозапчасти. Вот в этих ангарах была хотя бы пожарная сигнализация? Да, конечно, нет. О какой сигнализации тут речь может идти? Их надо вот эти гадюшники ломать, чтобы здесь ничего не было. Всё сгорело полностью. Типографское оборудование, печатные станки, вспомогательное оборудование. Полностью типография сгорела, да. То есть как бы и бизнес всё завершился. Очевидцы говорят, всё развивалось стремительно. После того, как на крышу одного из цехов поднялась бригада рабочих с газовыми горелками. Что они делали на крыше? Рубероят клали. Рубероят клали? Грелками грели и всё. Вроде как бы попала искра в соседний цех, не к нам. А из соседнего цеха перекинулась уже к нам. Первым полыхнул склад тканей. Тюки были уложены почти до потолка. Дознавателям ещё предстоит выявить нарушение. Однако уже очевидно, что автоматическая система тушения либо не работала, либо её вообще не было. Самый главный вопрос, каким образом огонь мог за считанные минуты распространиться на тысячи квадратных метров. Очевидцы утверждают, заводские ангары, сдаваемые в аренду, давно обвечали и могли не иметь современных и исправно работающих противопожарных систем. Кроме того, ни один из запрошенных нами собеседников не смог припомнить момента срабатывания систем пожаротушения внутри помещений. Однако аренда дателей и след простыл. По словам охранников, начальники эвакуировались первыми ещё в 12 дня. Здесь нет никого. То есть вообще никого? Ни директор, ни замдиректор? У них всё горит, никого не идут? Правда, что работы производились на крыше с огнём? С огнём, не знаю, крышу ремонтировали. Лишь через пять часов после начала огонь удалось обуздать. Чудом обошлось без жертв. Убытки исчисляются сотнями миллионов. Поразительно, но завод автотракторной электроаппаратуры благополучно существует до сих пор. Проводят собрания акционеров, торгуют недвижимостью на миллиарды рублей, распоряжаются участками столичной земли, ведёт бизнес. Правда, всё это только на бумаге. Продолжение следует...